Всем добрый день, дорогие друзья! Я еду на автостанцию, мне надо встретить автобус. Там Ильюша передала справку для того, чтобы ему оформить пенсию. Я её встречу, потом узнаю, как и что оформить и сообщу ему. Ладно, едем. Всё, дорогие друзья, съездила я уже в город, забрала справочку. Успела на этот же автобус обратно. Час потеряла на дорогу. Туда полчаса и обратно полчаса. В целом забрала справочку. Вот такая вот она. Тут их две таких одинаковых справочки. И она написана, что сын Китза Илья Романович с такого-то рождения обучается на очном отделении с 1.09.2020 года. Приказ зачисления от 17.08.2020 года. По специальности монтаж, техническая эксплуатация, промышленного оборудования. Всё, иди, Мариночка, поиграй пока. Хорошо, иди порисуй дальше. В настоящее время является студентом курса, группы и такого-то, какого-то. Срок окончания обучения 30.06.2024 года. А справка действительно до 31.12.2020 года. Это потом придётся ему заново опять брать справочку для того, чтобы подтверждать, что он учится дальше. Государственное бюджетное профессиональное образование учреждение. Соликамский технический колледж. Вот так вот. Он мне обещал прислать фотки, видео, расскажет, как ему нравится, не нравится учёба и фотки, или что-нибудь своего жилья, где он живёт. Многие, потому что вы меня спрашиваете. Поэтому я его попросила, он сказал, мама обязательно сделает. И я хочу в следующую субботу, если будет возможность, или выходные, или в рабочие дни, не знаю, как получится, с автобусом туда передать ему передачку. Он бы там встретил продуктами. Я, по идее, ему давала на первое время продукты, но он говорит, мама, у меня там кое-что позаканчивалось, надо ему бы передать. Самой съездить времени мне пока нету, потому что у меня первоклассник, мне надо утром её отправлять, потом в 10-30 каждый день я езжу её забирать. Поэтому вот так вот. Ладно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Сейчас ничего уже снимать не буду, ребята, потому что у нас приехали родственники в баню. Я решила сесть немножко отдохнуть мыслями и повышевать. Сейчас повышеваю немножко и смонтировала видео, он вечером выйдет, который вы уже посмотрите. Там ответ, кто правильно, кто неправильно. И проходите по ссылке в описании. Под этим видео тоже оставлю в инстаграме. Там новые фотографии две. И вам надо там угадать, кто на этих фотографиях. Будет очень интересно угадывать, кто на фотографиях. Да, Егора? Угу. Да? Но тебя, Егор, угадали многие. Да. И тебя, и Ванечку. Но многие не угадали, многие написали девочке. Я варенье достану. Хорошо, доставай. Егор полез под пол за вареньем, варенье захотел. Ладно, дорогие друзья, всем желаю хорошего дня, всем желаю хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье, это сейчас самое главное. Дорогие друзья, у нас вечер, время 10 часов. Я пришла уже с бани, все помылись, все довольны, извиняюсь за свой вид, но после бани еще пока ничего не делала. Хотела с вами попрощаться. Пожелаю всем крепкого здоровья, всем всего самого хорошего, чтобы все ваши желания, которые вы задумаете, чтобы все сбылись. И всем пока-пока. Всем доброе утро. Мы уже идем в садик, время половина восьмого. Я с Ванюшенькой, с Мариночкой. Мариночка, скажешь всем привет? Всем привет. Да, молодец, Сонечка. И мы шагаем, шагаем, шагаем в садик. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, чтобы все сбылись ваши мечты и крепкого здоровья. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время к 10 часам подходит, и я поехала за Оксаной в школу. Съезжу в школу, и потом приду, и будем дальше делать ремонт. Так что оставайтесь с нами. Сижу, дорогие друзья, в школе. Жду, когда Оксана освободится. У них тут новую дверь установили. Хорошая дверь железная. Сейчас у нее закончатся уроки, и пойдем мы с ней. Надо купить атласы к школе на 5 класс, 7 и 8 класс. Так что вот так вот ждем Оксану, и пойдем покупать атласы. Забрала я уже Оксу из школы. Давай рюкзак мне. Рюкзак давай. Куртку сними, если жарко. Давай, вниз сюда. Аккуратно, Оксан, подай. Сегодня тепло. Невероятно. Штаны замарала уже. Ну ладно, сейчас придем опять поставим стирать. Мы ждем папу, должен приехать. Нам надо сходить с ним в банк. И потом по делам еще надо сходить, да. Сейчас должен сесть и поехать. Сходила, купила атласы, контурные карты, но не все. Потому что нету, сказали, привезут на следующей неделе. Где елка, мама? Где елка? Ну да. Извиняюсь, немножко приболела, поэтому вот так вот. И разговаривала с учительницей у Светы насчет трудов. Ей надо будет покупать ткань для юбки, но я не знаю какую. Она хочет, чтобы юбка у нее растягивалась. Ну не сильно, но чтобы тянулась. И вот посоветуйте, пожалуйста, какую ткань лучше взять для юбки, чтобы тянулась. Буду очень вам благодарна. Она хочет сверху все будут с молнией шить. Света не хочет с молнией. Она хочет сверху резинку и чтобы тянущаяся юбка была, чтобы одеть. Карандаш будет такую тянущуюся делать. Ну, чтобы только ткань не сильно тянулась. Вот пока не знаю, какую выбрать ей. Потом буду все узнавать. Зашла так же, взяла ей метр. Надо еще эту линейку закройщика ей взять. Потому что ее кто-то сломал, линейку. Вот так вот, да, Оксана? У тебя все хорошо в школе? У тебя в школе все хорошо? Да. Что интересного было? Ладно, будем качаться и потом пойдем на остановку встречать папу. Что, накачалась уже, что ли? Вот вы всегда спрашиваете, почему вы, Оксана, все фиолетовое берете? Смотрите, шапка фиолетовая. Кофту она выбирала. Тоже розово-фиолетовая. И ботиночки у нее такие фиолетовенькие. Да, Оксана? Ей нравится такой оттенок, да, Окси? Да. Рассветка. Розовый и фиолетовый ей нравится. Да, такой нежно-фиолетовый. То есть портфель розовый. Да, портфель розовый у тебя, правильно. Розово-фиолетовая кожа тоже немножко оттенок есть. Не знаю, моя мама, почему розовый? Почему? Мой любимый, потому что он самый. Самый красивый? Да. Ну, понятно. Самый любимый. Ладно, дальше качаемся. Уже перешли, кстати, на другую качелю. Да, Оксана? Да, очень красивый. И вот так каждый день после школы она немножко качается. Пока ждем папу, решили погулять по парку. Да, Оксана? Да. Оксана хочет к фонтану сходить, да? Красивые листочки. Потрогай, какие они на ощупь. Вот листочек потрогай. Интересный, как будто искусственный, да? Да, я такие видела. Так они везде тут посажены такие. А, я натуроку-то в них. Ну? Ну, ну, да. Сегодня тепло у нас там делают, видимо, что-то. Что, Оксана, там? Вода грязная? Ну, да, вода грязная здесь. Давно не чистилась. А память некрасивая. И память только фонтан такой. Да, Оксана? Да. Все, сейчас будем ждать. Пойдем вон там на скамеечке. Ну, или поиграй, я пойду вон там на скамеечке. Хорошо, сяду? Накрасивая? Ну, вот здесь вот сяду на скамеечке, буду сидеть. А то у меня спина болеть что-то. Ребята, посоветуйте обезболивающий мазь от спины. Я уже не могу. Нурофен мажу, она не очень сильно помогает. Уже не знаю, какой мазать. Буду ждать комментариев, что посоветуете. Ладно, гуляем пока посюда, ждем, когда приедет папа. И потом пойдем по делам дальше. Сегодня хорошо, тепло на улице. Что, Оксана? Жарко? Да. Ну, не надо, ветерок холодный, поэтому не надо куртку снимать. Солнышко. Солнышко, ну. Ну, пока здесь сидим, можешь снять курточку. Но потом все равно придется одеть. Ну, вот так пока. Ну, хорошо. Тут что-то все везде разрыли, что-то будет делать. Видать, бордюры, ступеньки всякие. А, тут раньше тоже был проход. Сейчас нету. Да, Оксана? Угу. Что-то делается. Потихоньку что-то ремонтируют, да, у нас? Красиво делают. Я думала, что тут будет что-то. А, да. Нашла я номер телефона логопеда. Логопеда? Да, потом позвонит с ней, поговорит и запишемся. Куда? Ну, будешь с тетей заниматься, выговаривать все свои буковки. Да? Я их почти не знаю. Ты знаешь много буковок. Просто иногда забываешь их. Никто не умеет. Да, ты многие буковки умеешь писать, многие нет еще. Я их еще читать, если не умею. Ну, немножко-то можешь буковки уже читать. Оксана. Да. Мама, Света ты пишешь, Катя, Егор. Света я нет, Катя я нет. Ну, тут раньше же ты писала. Слушай. Мама да, папа да. Егор ты писала. Илья, забыла, что ли, на Новый год ты писала на бумажку? Забыла. Я же не могу никак их писать. Ладно, сидим, ждем папу. Так, приехали мы домой. Зашли с магазина с Оксаной. Взяли молоко, хлебушек, конфеток немножко. Да, Оксана? Да. И идем домой. Оксана, так рюкзак блестит на солнце. Да, Окся? Тебе нравится твой рюкзак? Да. Очень нравится. Довольный, ладно, идем.